Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Сегодня у меня очень интересное видео, будет книжный обзор. Это самые любимые мои обзоры. Хочу вам показать новинки от издательства МИФ, что я заказала в этом месяце. В основном у меня книжки для ребенка. Также в этом видео я подведу итоги прошлого конкурса на книгу от издательства МИФ и объявлю новый конкурс. Будем разыгрывать новую книгу. Поэтому надеюсь, что видео будет для вас интересным и самое главное полезным. И первое, что я купила, это книга из серии детской энциклопедии с Чивостиком «Планета Земля». Я вам уже неоднажды говорила, что это классная энциклопедия. Детки могут их читать с возраста 4+. Здесь всегда в форме повествования. То есть какая-то история. Главные герои здесь, Чивостики, дядя Кузя, попадают в какое-то путешествие. У них есть некая машина времени. Они перемещаются, изучают либо, например, динозавров. Вот последнюю энциклопедию мы с ребенком читали. В этот раз они изучают материк. Какие бывают материки. Изучают строение Земли. В общем, очень-очень интересно. Захватывающе. Много картинок. Крупный шрифт. Поэтому я думаю, что когда ребенок подрастет, научится сам читать, он легко сможет сам с интересом читать эти энциклопедии. Всегда, мне кажется, все энциклопедии читаются легче, если они в форме какой-то истории. А здесь в каждой книге есть небольшая история. Поэтому, если вы любите своим детям читать энциклопедии, присмотритесь к издательству МИФ, каких-то энциклопедиях, которые называются с Чивостиком. Очень классные. Дальше заказала я из серии УМОН вот такие вот тетрадки. Когда у меня ребенок был маленький, где-то годика два, я ему покупала небольшие такие тетрадочки. Там нужно было вырезать, раскрашивать, что-то клеить. Мне очень нравились эти тетради. Мне кажется, многому они нас научили. И в этот раз, когда делала закат, увидела, что по скидке появились тетрадки на более взрослый возраст. То есть 3, 4, 5. Нам сейчас как раз 4, 5. Вот. Поэтому ребенку взяла. Сейчас, сидя на самоизоляции, постоянно придумываешь, как его развлечь, чем его заинтересовать, чтобы он не сидел за мультиками. И вот поэтому взяла вот такие вот книжки. Мы еще ничего здесь не вырезали. Я вам говорила, что я немножко приболела. Вот. Сейчас вернулась. И начнем с ним активно заниматься. Значит, что мне нравится в этих книгах? Во-первых, здесь всегда, ну, что-то такое, мне кажется, познавательное, с нотами современного. То есть все задания на логику, все задания на то, чтобы ребенок хорошо вырезал. Вот у меня ребенок начал вырезать где-то на третьем году, и сейчас он вырезает отлично. То есть все ровно, может по всем этим линиям аккуратно прорезать, свернуть. Вот. Картинки, которые вырезаешь в этой тетрадке, они еще идут такие интересные, завлекательные для детей, иногда смешные, то есть с юмором. В общем, детям нравится. То есть здесь и вырезать, и клеить. То есть вот такие вот интересные задания. Бумага здесь очень плотная, поэтому удобно работать, удобно вырезать, приклеивать, поэтому книги действительно достойные. Мне они очень нравятся. Задания здесь развивающие, как я уже сказала. Так, вот это, получается, поделки уровень 1, и вот этот посложнее уровень 2. Вот такие вот яркие тетради. Вот. То есть от легкого к сложному. Очень нравятся мне эти тетрадочки, и обрадовалась, что они были по скидке. Затем приобрела 2 вот такие вот книжки. Они небольшого формата, но они яркие, с крупным шрифтом. Здесь такие современные истории. Эта книжка называется «А у нашей кошки есть бабушка». Под знаком вопроса. То есть вот смотрите, такая современная история. Мы уже прочитали с ребенком. Интересно. То есть можно почитать. И вторая книга. Сейчас я вам покажу. «Привет, это мы». Тоже смотрите. Немного текста, много картинок. Ну, я не скажу, что прям читать и перечитывать. Но так, несколько раз почитать, в принципе, можно. Мне понравился формат. То есть, например, если ребенок поехал к бабушке, либо вы поехали на дачу. То есть вот такие вот книжечки. Они тяжелые, маленькие, интересные. Можно взять с собой в дорогу. Затем, друзья, заказала я в очередной раз настольную игру в издательстве «Миф». Я вам уже говорила, что мне очень нравятся их игры. Все они нацелены и заточены на логику, на развитие мышления ребенка. Причем нестандартного. Эта игра очень хорошо развивает память. Значит, я эту игру заказала в подарок. В подарок своей племяннице. Значит, называется игра «Все на борт». Сейчас покажу, что есть в наборе. Есть вот такие вот фишки. Значит, есть вот такие вот карточки. Есть подробнейшее правило игры. Дальше есть вот такой вот бочонок. Тоже вот такие вот карты. И есть вот такие вот большие карты. Здесь везде задания. Играть в игру можно возрастом от 4 лет. От 3 до 6 игроков. Среднее время игры где-то примерно 15 минут. Ну, я уверена, что игра интересная, потому что сколько бы я ни заказывала игр в издательстве «Миф», всегда была довольна. Друзья, вот это вот был мой заказ. А теперь давайте перейдем к конкурсу. В конкурсе я, как всегда, предлагаю вам выбор. На выбор сегодня будет 2 книжечки. Любую из них победитель получит в подарок. Значит, давайте начнем вот с первой книги. Называется она «Жизнь в океане». Смотрите, какая яркая, красивая книга. Вот действительно книга, которой можно залюбоваться. Вот такие вот картинки. Значит, здесь тоже как научное повествование. Например, морские раковины, охотники за домиками, тропические воды, то есть кто там обитает, подводные города. Очень интересные факты. Например, смертельная красота, дом, милый дом, удивительные путешествия. То есть здесь все о черепахах. Очень классная книга с интересными иллюстрациями. То есть действительно, когда смотришь эту книгу, как будто погружаешься в подводный мир. Но, по крайней мере, мне книга очень понравилась. Мы ее не читали. Я только полистала, посмотрела. Но мне кажется, книга достойная. Вторая книга, она тоже про природу. Значит, она называется «Как объяснить ребенку географию». То есть иллюстрированный справочник для родителей. Смотрите. Это как некая энциклопедия. Если, например, у вас ребенок, его нужно подтянуть по географии, то эта книга станет настоящим пособием и для вас, и для него. То есть все-все расписано, все объяснено, все очень подробно. Тоже хорошее качество страничек и в этой, и в этой книжке. Ну, вот эта вот более такая иллюстрированная, а вот эта вот более такая научная книга. Ну, тоже очень яркая, красочная. В общем, обе книги мне понравились, но выбирать вам. То есть, если понравилась книга «Жизнь в океане», пишите. «Жизнь в океане», участвую в конкурсе «Миф». Если понравилась книга о географии, так и пишите. «Книга о географии», участвую в конкурсе «Миф». Друзья, ограничений по территории у меня не будет. Одну из книг направлю в любую точку мира, поэтому активно принимайте участие. Ссылочки на все книги я оставлю в инфобоксе. Если что-то вас заинтересовало, то пройдите, посмотрите, познакомьтесь с издательством «Миф». Как я вам уже говорила, это очень-очень достойное издательство для детей и для взрослых. Я покупаю исключительно детские книги, потому что я книги в основном читаю в электронном виде, поэтому редко что-то себе беру. Чаще всего это литература, например, как развивать ребенка, то есть, как с ним заниматься, как отвечать на вопросы ребенку. То есть, ну, вот такие вот книги я еще могу взять в бумажном формате. Все остальные, всю художественную литературу я читаю в электронном виде. Поэтому меня часто спрашивают, почему всегда детские книги, ну, потому что сама я читаю электронные книги. А вот ребенку все-таки, конечно, нужно красивые, наглядные книги, нужна бумага, нужны иллюстрации. Друзья, на этом сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Всем пока. Подводим итоги предыдущего конкурса. Вставляю ссылочку на видео. Участвовало 84 человека. И победителем становится Ната Максимова. Поздравляю вас с победой. Срочно со мной свяжитесь. Всем спасибо за участие. Субтитры сделал DimaTorzok